О тонкостях местного самоуправления пойдет речь. Когда это слово только начинало входить в лексикон в самом начале 90-х, очень модно было проводить сравнение самоуправления или самоуправства. А ведь и вправду, от одного до другого порой дистанция небольшого размера, даже и сегодня. В ноябре 2016 года в городском поселении Загорянский сменилась исполнительная власть. Был назначен новый руководитель администрации. На этих кадрах, памятных нашим телезрителям, спектакль, который, уходя, устроила бывший руководитель Ольга Решетина. Прихваченные с собой из служебного кабинета штора и вешалка, как грустный итог ее двухлетнего правления на Загорянке, которая сопровождалась жестким противостоянием и с жителями, и с Загорянским советом депутатов. Народные избранники утверждали, что она не только не ладила с ними, но и ничего не делала для жителей, для развития поселения. Поэтому сначала была дана оценка неудовлетворительно по результатам отчета Решетиной, потом временное отстранение ее от работы, попытка расторжения контракта, в итоге увольнение на основании утраты доверия. К сожалению, все проблемы в поселке возникают по халатности к своим обязанностям сотрудников администрации. Мы выражаем недоверие к работе администрации. В присутствии депутатов, в присутствии сотрудников администрации, в присутствии общественников было высказано мнение о ее неудовлетворительной работе. Исковое требование Ольги Решетиной о восстановлении на работе суд не удовлетворил. И если проблема развития городского поселения Загорянский была только в ней, то все, вопрос снят. Значит, впереди у Загорянки движение только вперед, в ногу со временем. Развитие территории совместными усилиями депутатов и администрации. Хочется верить, что мы сможем создать порядочную, профессиональную и результативную команду администрации и вместе работать на благо жителей городского поселения Загорянский. Руководитель, который, в отличие от предыдущего руководства администрации, нашел общий язык с советами депутатов. Съемочная группа Щелковского телевидения отправляется на Загорянку в служебную командировку. Посмотрим, как теперь обстоят дела в городском поселении. Вступивший в силу в 2009 году 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления создал в России двухуровневую систему МСУ – муниципальные районы и самостоятельные поселения – городские и сельские. Или вариант – городские округа, когда все в одном без район. Идея была благая – приблизить власть к населению. В течение пяти лет переходного периода нас готовили к тому, что теперь чиновники при власти – это не небожители, а доступные помощники каждого из нас на территории. Годы практической реализации закона показали, что далеко не везде введенная система управления работает эффективно. Где-то бюджетные средства нерационально направлялись на содержание двух параллельных структур местного самоуправления. Часто наблюдалось дублирование полномочий, путаница с тем, кто за что отвечает. Поселения, не обладавшие экономическим потенциалом, налогооблагаемые базы оказались финансово несостоятельными. Местного бюджета не хватало даже на текущую деятельность, не говоря о развитии. Две трети поселений стали дотационными, то есть зависимыми от районных и региональных властей. И где же здесь самостоятельность? А кроме того, система оказалась слишком громоздкой. Декларируемое приближение власти к народу потребовало наличия полноценных органов власти и управления непосредственно рядом с народом. В каждом из вновь образованных муниципальных образований, а их количество выросло только в нашей Московской области почти в пять раз, создавались свои органы исполнительной и законодательной власти. Где же найти столько грамотных и профессионально подготовленных людей для работы в местных администрациях? Чтобы они понимали бюджетные, налоговые вопросы, знали законы. А в Советы депутатов избрались люди, порой даже отдаленно не понимающие, чем они там должны заниматься. Без опыта, часто без высшего образования. Стать депутатом стало проще простого. Кроме того, начали возникать конфликты между разделившимися уровнями власти. Нужно ли напоминать о сложных взаимоотношениях между руководством городского поселения Щелково и Щелковского района, которое прекратилось только после передачи управленческих функций города на районный уровень? И вот еще деталь. Для кого-то мировой и европейский, в частности, опыт может и не авторитет, но тем не менее. Пока Россия делилась на мелкие муниципальные образования, Европа напротив свои собирала. Например, наш побратим в Латвии, город Талси. Несколько лет назад на месте Талсинского административного района был создан Талсинский округ, в состав которого вошли 4 городка и 14 властей. Вот так-то. Мы ездили друг к другу в гости, рассказывали, как мы разделяемся, а они как объединяются. Городское поселение Загорянский. Одно из десяти, на которые разделился Щелковский район в соответствии со 131-м законом. Загорянка – известное подмосковное дачное место. Четверть территории занимает национальный парк Лосиный остров. В 2012 году поселок отметил свое столетие. Загорянка связана с именами известных всему миру артистов, спортсменов, писателей, музыкантов. Николай Озеров, Владислав Третьяк, Юрий Никулин, Мусат Жалиль, Михаил Жаров, Алексей Смертин, Николай Караченцев, Валентин Дикуль, Татьяна Тарасова, Артур Черенгаров и многие другие славные люди жили и живут здесь. Загорянка гордится своей историей, своим прошлым. А вот сможет ли она гордиться будущим? Говоря о городском поселении Загорянский, мы имеем в виду не только дачный поселок, но и деревни Оболдина и Супонева, 14 СНТ и ДНТ, а также коттеджные поселки, построенные в последние годы. На этапе передачи от Минобороны в муниципальную собственность находится городок ВШК. Жилой фонд поселения не только дачи и коттеджи, но и 70 многоквартирных домов. 8600 жителей в поселении проживают постоянно. Летом население увеличивается в пять раз за счет дачников. Вот такое хозяйство принял руководитель администрации городского поселения Роман Назаров. Хозяйство, которое нужно восстанавливать, поддерживать и развивать. Восстанавливать после того, что нахозяйничали здесь предыдущие руководители, причем не только Ольга Решетина. В Загорянке с властью и до нее не везло. Бывший глава Николай Ользеров-младший так поработал, что и вовсе получил срок. Никакой передачи дел от прежнего руководства, конечно, не было. Назарову пришлось начинать с чистого листа, в том числе и завоевывать авторитет. Жителям очень много накопилось негативного отношения к органам исполнительной власти. Я их прекрасно понимаю. Объективно, в районном рейтинге поселений по итогам и 2015, и 2016 годов городское поселение Загорянский занимает последнее место. Если брать отдельные показатели, которые, по сути, повторяют исполняемые поселениями полномочия, то картина такая же удручающая. Исполнение бюджета – последнее место. Развитие малого и среднего предпринимательства – последнее. Культура – последнее. Работа с детьми и молодежью – последнее. Физкультура и спорт – предпоследнее. И это Загорянка со своими давними спортивными традициями. Невысоко оценили эксперты и положение дел в таких сферах жизнедеятельности, как ЖКХ, общественное питание, торговля и услуги. Больше всего жалоб на горячую линию, если не считать крупнейшее поселение Щелково, поступает из Загорянки. Да, не позавидуешь Роману Назарову с таким-то наследством. Начал он с выполнения одного из основополагающих принципов идеологии лидерства губернатора Воробьева – команда «Всё». Кадровый состав администрации обновился на 70%. С приходом Назарова старая администрация дружно ушла в отпуск с последующим увольнением. Скоро поймете, почему. Основной критерий, по которому подбирали новых людей – проживание в городском поселении Загорянский, чтобы знали проблематику и были заинтересованы в результате. Каждую неделю я провожу совещание со своими сотрудниками. И в течение рабочего дня настрой даю следующий. Мы работаем на результат. Не на какие-то формальные отписки, либо формальную работу. Мы работаем на результат. Могу сказать, что тот коллектив, который создан сейчас, я уверен, что именно в таком составе мы нормализуем обстановку. Собрал команду, начал работать. Но первое значимое достижение Назарова было сделано еще в статусе ИО. Окончание модернизации и запуск котельной на улице Лесная в деревне Оболдина 31 декабря 2016 года. То, что решить она начала и бросила. Экономия на энергоресурсах составит более 4 миллионов рублей в год. Плюс снижение тарифов для населения. Каких-то полтора-два десятка километров от Москвы. А получается, что только сейчас цивилизация пришла в деревню Оболдина Загорянского поселения. Местная котельная наконец-то перешла с дизельного топлива на природный газ. Назаров добился передачи органам местного самоуправления поселения в муниципальную собственность бывшего здания Загорянского участка электросетей на улице Калинина. Скоро туда переедет и администрация, и совет депутатов, и служба ЖКХ, и спортклуб, и офис МФЦ. Бюджет сэкономит на арендной плате 1 миллион 300 тысяч рублей в год. После трех месяцев работы Роман Назаров выступил с отчетом на расширенном районном оперативном совещании. Показал, что с положением дел знаком хорошо. Целью работы исполнительной власти Загорянки назвал обеспечение жителям возможности реализовать их право на современные, безопасные и комфортные условия проживания. Ключевое слово – современные. Назвал Загорянку территорией перемен. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, администрация поселения имеет твердое намерение искать новые пути развития, участвовать в региональных программах, привлекать инвесторов на свою территорию. Намерение-то есть, вот только ничего конкретного касаемо перспектив развития Загорянки собравшиеся не услышали. Роман Александрович это и сам не скрывал, когда в тот же день проводил традиционную встречу с председателями садовых и дачных кооперативов. Перспектива развития на 2017 год. Чем мы будем заниматься, чем мы можем похвастаться. Так вот я вам сегодня докладываю, что хвастаться мне было нечем. Я, в принципе, сегодня краснел. И краснел я не перед теми сотрудников администрации, которые находились там, а краснел я сам перед собой, потому что рассказать мне было не о чем. Почему так? Почему за несколько месяцев работы не смог руководитель администрации построить даже приблизительных планов на перспективу? Экономическую основу местного самоуправления формирует бюджет. 60% бюджета городского поселения Загорянский – это земельный налог. Промышленным потенциалом поселение не располагает. Единственное крупное предприятие, которое здесь работало еще с довоенных времен – Оболдинский завод «Лакокраска». Профильную продукцию завод давно не выпускает, а площади сдаются в аренду. Бизнес в Загорянке представлен в основном мелкими предприятиями в сфере торговли и услуг. При этом дотации из бюджета в других уровней нет, программ софинансирования нет, внешних инвестиций нет, варятся в своем котле. Команда Решетиной творила с финансами, что хотела. Например, бюджет 2015 года с корректировками по итогам года в январе составлял по доходам 102 миллиона, по расходам 106 и дефицит 4. А отчет по итогам публичных слушаний в июле как будто относился к какому-то другому бюджету – 109, 90 и профицит 18. Почему такие разные показатели, когда год уже закончен, даже финансисты затруднились сказать. Итоги исполнения бюджета 2016 еще не обсуждали, но по уточненным данным он вновь дефицитный. Доходы 92,7 миллиона, расходы 111. Контрольно-счетная палата Щелковского района по запросу депутатов и в соответствии с переданными ей полномочиями внешнего финансового контроля провела проверку финансово-хозяйственной деятельности администрации городского поселения Загорянский за 2015-2016 годы. Результаты шокировали. Прежняя администрация растратила четверть Загорянской казны. Могу сказать, что сумма пугающая. 25 миллионов возврат бюджета. 25. Руководитель администрации получил представление контрольно-счетной палаты об устранении нарушений. Подробный отчет КСП на 76 листах был направлен в Совет депутатов. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. Необоснованные неправомерные выплаты премии и доплат в сумме 1 миллион 61 тысячи рублей. Нарушение действующего законодательства в сфере муниципальной службы. Отвлечение сигнований из бюджета городского поселения Загорянский в результате оплаты авансового платежа по неисполненному контракту. Проверка КСП указывает на неправомерно выплаченные премии руководителю администрации, заместителю, главному бухгалтеру, начальнику бюджетного отдела. Завышение стоимости работ подрядчиком. Нецелевое расходование средств. Передача муниципального имущества в аренду без оформления договоров. Необоснованно завышенная цена контракта с поставщиком услуг для муниципальных нужд. Отсутствие подтверждающих расценки документов и так далее и тому подобное. Вот что безнаказанно творила администрация Решетиной. Теперь 25 миллионов надо вернуть в бюджет. Найти виновных и взыскать с них ущерб хорошо, если получится хотя бы часть. Ведь никто из них уже не работает в администрации. Мы составили два обращения в Следственный комитет и в прокуратуру. Вчера они были отправлены. Ждем правовой оценки со стороны контролирующих органов на предмет, так сказать, вот этого акта, который был предоставлен на МКСП. Свои обращения в правоохранительные органы направил и Совет депутатов. Знали ли депутаты о финансовых махинациях администрации? Если знали, то почему не препятствовали? Они ведь обязаны контролировать расходы бюджета. Комиссия по бюджету делала запросы в администрацию с просьбой предоставить сведения о, в том числе, премиях, выплаченных сотрудникам. Другие вопросы были заданы именно в рамках проведения муниципального контроля. К сожалению, практически не была предоставлена эта информация. Либо предоставлялась, но в таком очень, так сказать, усеченном виде и очень ограниченном. И, ну, фактически администрация препятствовала вот как раз проведению этого муниципального контроля. Отдельного разговора заслуживает бюджет городского поселения Загорянский на 2017 год. Его верстала еще прежняя администрация. Перед тем, как быть вынесенным на рассмотрение представительного органа, любой проект бюджета должен обязательно получить заключение контрольно-счетной палаты. А замечание, которое сделал контрольно-счетной палаты, в районе не встречалось беспрецедентных случаев, когда четырежды отправляют на доработку бюджет. Доходная часть бюджета была завышена. Было понятно, что заложенные расходы не будут профинансированы. Муниципальные программы не соответствовали бюджетной классификации. То есть администрация своими силами не смогла грамотно составить документ. И без помощи района не справилась. Окажите нам помощь. Хорошо оказали, форсировали буквально перед Новым годом. Иначе бы мы в Новый год, 2017-е, вступили без утвержденного бюджета и не могли бы исполнять его в полном объеме. Бюджет на этот год приняли 29 декабря. Доходы 73,8 миллиона, расходы 99,6. Дефицит 25,8 миллиона рублей. Из этих 99,46 миллионов расходы на выплату заработной платы сотрудникам всех структурных подразделений администрации и Совета депутатов. Отметим, что показатели закладывала предыдущая администрация. Это при ней расходы на собственное содержание за два года выросли вдвое. Распределение расходных статей только на собственное обеспечение говорит о том, что администрация подходила к этому вопросу, к составлению бюджета крайне халатно. Но в принципе и больше денег ни на что нет. Ну и на что хватит оставшаяся половина бюджета. Прикинули 25,8 миллионов надо на ЖКХ и благоустройство, 8 миллионов на дорожное хозяйство, по 11 на культуру и спорт, а также надо гасить муниципальный долг. Пытались в Загорянке разрабатывать программу развития поселения на 17-22 годы, но не смогли обосновать финансирование. Конечно, при таком раскладе ни о каком развитии говорить не приходится. Текущие задачи, которые стоят перед поселением, мы не говорим даже о каких-то грандиозных планах, мы говорим о поддержании текущей деятельности, они практически невозможны для выполнения. То есть ни содержания, ни благоустройства территории, ни вывоз мусора. Пути стабилизации бедственного финансового положения городского поселения Загорянские лежат на поверхности. Сократить расходы на персонал, это уже начал делать Роман Назаров, попытаться войти в областные программы, привлекать инвесторов, работать в тесном контакте с районными властями, в частности, поручить профессионалам заниматься вопросами составления и исполнения бюджета. Администрация поселения готова, но нужна поддержка представительного органа власти, Совета депутатов. В ноябре Совет единогласным решением назначил Назарова на должность, и в дальнейшей работе руководитель был вправе рассчитывать на взаимопонимание. И вот тут начинается самое интересное. Вы когда-нибудь видели, чтобы бюджет муниципального образования с годами уменьшался? Даже в самые тяжелые кризисные годы, хоть небольшой, но обычно всегда наблюдается рост. Загорянка же демонстрирует свой путь. Вы не поверите, и мы не хотели верить, но это факт. Тот проблемный бюджет 2017, о котором мы говорили выше, был урезан усилиями Совета депутатов городского поселения Загорянский. Он уменьшится. Почему? Потому что депутаты приняли решение об уменьшении земельного налога. Он стал сейчас меньше. В 2014 году произошло повышение в 2,5-3 раза кадастровой стоимости земли. Кроме того, повысился налог на имущество. Стал взиматься по кадастровой, а не по инвентаризационной стоимости. Депутаты приняли решение снизить ставку налога для физических лиц с 0,3 до 0,15%. А также ввели ряд льгот по налогу на имущество. Земельный налог, как мы помним, основная статья доходов бюджета Загорянки. В этом году, за 2016 год, жители будут платить уже по сниженной в 2 раза ставке. Понизили ставки и предоставили льгот до таких пор, что сумма поступлений снизилась где-то процентов на 30. Вот это непонятно. То есть в целом стали платить меньше, чем было до повышения кадастровой стоимости по земле и введения кадастровой стоимости по имуществу. Если депутаты хотели как лучше, то явно перестарались. Кошельку каждого конкретного жителя частного сектора, коих в Загорянке большинство, в том числе это и сами народные избранники, может и стало лучше. Но в целом это иллюзия, учитывая сколько потеряет бюджет поселения. И этого депутаты то ли не смогли, то ли не захотели посчитать. Сколько бюджет не дар получит средств за это? Ну это надо, конечно, спрашивать у нашего, так сказать, финансового органа, сумму, да. Ну конечно сумма будет внушительная. Ну не странно ли председателю бюджетной комиссии не помнить цифры основной статьи доходов бюджета поселения? А мы посчитали. В бюджете 2016 уточненная сумма поступлений от уплаты земельного налога 62,4 млн. рублей. В том числе с физических лиц 42,4 млн. рублей, с юридических 20 млн. рублей. В бюджете 2017 всего 42 млн. рублей, при этом физические лица 28,4 млн. рублей, юридические 13,6 млн. рублей. Если прибавить еще и снижение поступлений от налога на имущество, получается недобор порядка 24 млн. Если это все-таки совет депутатов, то должна быть какая-то ответственность за те решения, которые они принимают. Интересно, что депутаты скажут жителям, если поселению однажды нечем будет заплатить за вывоз мусора, уборку снега, расчистку дорог, обработку скользких тротуаров или за уличное освещение? Вы понижали ставку земельного налога или оставляли как есть? Нет, по некоторым категориям уменьшили. Ну, в принципе, так, чтобы, в общем-то, если взять 15-й год и 16-й год, чтобы люди почти не видели, что им там добавили, скажем, если пришло больше на 500 рублей, не больше. Старались сделать так. Министерство имущественного отношения среагировало на наше обращение по нашему поселению, вышло о том распоряжение, которое снизило кадастровую стоимость. Ну, когда мы после снижения все-таки оценили, вот, стоимость, посчитали, что все-таки дороговато, вот, то на совете депутатов приняли решение о снижении ставки, потому что эти полномочия поселения, установки ставки, вот, с 0,3 уменьшили до 0,25. В любом случае, даже после повышения, бюджет поселения вырос, вот, он дал возможность поселению, ну, развиваться. Рассмотрим еще одно более чем спорное решение депутатов. Его еще долго будет с болью вспоминать Роман Назаров. Приходил инвестор, компания «Медпрогресс». Хотел разместить научно-производственный комплекс по производству изделий медицинского назначения в рамках федеральной программы импортозамещения. Стендов, катетеров и расходных материалов для рентгенно-хирургических вмешательств. Для такого предприятия требуются особые условия расположения, главное из которых – экологически чистая местность. Даже направление ветра имеет значение. Поле в деревне Оболдина на границе с Лосиным островом подошло идеально. И никому бы не помешал такой высокотехнологичный комплекс. Это во мне химически опасный завод лакокраска, который, кстати, не только баночки с краской выпускал, но и мыл у себя на территории железнодорожные цистерны от химических остатков. Загорянка получила бы инвестиции, в дальнейшем налоги плюс 190 рабочих мест. Что сделали депутаты? Они фактически прогнали инвестора. Мы создали рабочую группу, вынесли это на совет депутатов. Но, к сожалению, понимание среди жителей, потому что у нас присутствовали и члены общественного совета, и депутатов, понимания не было. Тем более, что у нас есть возможность размещения без ущерба транспортной загрузки, без ущерба частным домовладениям. Если строить какие-то заводы, размещать на территории дачного поселка или городского поселения, наверное, это тоже действительно не очень правильно. Все-таки надо сохранять именно дачный поселок, это чистый воздух, с которым мы боремся. Вот как эту тему обсуждали на Загорянском форуме в сети интернет. Цитата пользователя Валли. «Молодец, депутат-стуканок Богдан. Вчера отлуп дал мощный представителям завода. Сзади меня сидел второй человек из представителей завода. Он рассказал, сколько они вбухали денег в экспертизы, в проект, плакался и жалился». Однако сомнительный повод для гордости. «Мне было бы, конечно же, очень обидно, если инвестор уже не вернется с этим вопросом, потому что он получил достаточно такой серьезный отпор». Увы, Роман Александрович не зря опасался. В условиях рыночной экономики бизнес, в отличие от Совета депутатов, знает цену деньгам и считает каждый рубль. Работать и зарабатывать нужно сейчас, а не ждать, когда у деревенских депутатов изменится настроение. «Инвестор» нашел другую площадку в городском поселении Фрянова. Хорошо, хоть из района не ушел. «Прежде всего мы заручились поддержкой Совета депутатов. И встретились с инвесторами, рассмотрели предложения, которые они делают. Нас это заинтересовало. Почему? Потому что, во-первых, очень большие суммы инвестиций. Во-вторых, это даст серьезное пополнение бюджета. Это даст 385 рабочих мест. Это действительно будет одно из крупнейших предприятий и фактически станет городообразующим в поселении Фрянова». Фряновцы очень довольны. И у администрации, как мы видим, не было дискуссий с депутатами «надо-не надо». А Загорянка осталась ни с чем. Мы разговаривали с руководителями поселений, и каждый по долгу, с гордостью, рассказывал о планах развития. Взять только ближайшие. В Медвежьих озерах в этом году за счет своего бюджета запланировали реконструкцию всей системы уличного освещения. В Огудневском поселении начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс, который надеются открыть осенью. В Афрянове ждут результатов объявленного правительством Московской области конкурса на размещение на землях бывшего совхоза фермы по молочному животноводству. Это не считая чудесным образом доставшегося от Загорянки завода. Честное слово, обидно за Загорянку. Какие же слова подобрать, чтобы оправдать то, что сделали депутаты? И это вместо того, чтобы работать над увеличением потенциала бюджета. Не хочется думать, что вредительство. Да, не ожидал руководитель администрации Роман Назаров, что в своем стремлении работать на благо поселения встретит противодействие, что называется, изнутри. Пытаемся найти точки соприкосновения, пытаемся убедить в тех или иных решениях. Совет депутатов городского поселения Загорянский третьего созыва был избран 14 сентября 2014 года на пять лет. Во всех 12 одномандатных округах выборы состоялись. Давайте на минутку вернемся к вопросу о том, что собой представляют пореформенные органы местного самоуправления. Депутатов потребовалось так много, что получить властные полномочия в Совете поселения может абсолютно любой гражданин. Достаточно заручиться поддержкой нескольких десятков человек. Попросил проголосовать друзей, соседей, коллег, и ты уже депутат. И ты уже решаешь судьбу поселения. Смотрите, сколькими голосами избраны в Совет депутатов из Загорянки некоторые депутаты. Глава поселения Наталья Суменова получила 35 голосов. Зам. Председателя Совета Марина Медведовская – 52. Ирине Озеровой, чтобы стать депутатом представительного органа, оказалось достаточно набрать 22 голоса в свою поддержку. Антону Харчевскому и вовсе 20. На их фоне 195 голосов избирателей, подданных за Ольгу Жигачеву, выглядят абсолютным мировым рекордом. В общей сложности этот состав Совета выбирали 762 жителя Загорянки. Меньше 10%. О сезонном населении даже не говорим. Что полезного сделал этот Совет для Загорянки? Но в прошлом году им было чем заняться. Судя по повесткам дня заседания и принятым решением, большую часть времени депутаты боролись с руководителем администрации Ольгой Решетиной. Пожалуй, ни одного вопроса, сколько-нибудь направленного на развитие поселения, они не рассмотрели. Да, утверждали бюджет. Но какой это бюджет, мы уже знаем. Разве что общественный совет создали. Можно свалить на Решетину замороженное развитие Загорянки. Но ее больше нет. Так что теперь мешает работать? Опять исполнительная власть не та. А может, дело в самих депутатах? Вспомним, что было несколько лет назад в городском поселении Монина. Противостояние главы Ивана Найденова и Совета депутатов было настолько острым, что никакие решения, в том числе по утверждению бюджета, Совет принимать не мог. Поселение функционировало по смете. Скандалы и интриги были нормой. Развитие поселения на несколько лет было заморожено. Все изменилось только после того, как этот беспомощный неработоспособный совет был распущен. И жители Монина выбрали себе новых депутатов. Теперь поселение в лидерах районного рейтинга. Похоже, нет единомыслия и внутри Совета. Его председатель и глава поселения Наталья Суминова человек грамотный, здравомыслящий и разумный. Но и она не в силах справиться со своим строптивым коллективом. Не смогла убедить Совет не делать опрометчивых шагов и думать не только о себе, но и о завтрашнем дне Загорянки. И даже к партийной дисциплине, она как председатель фракции «Единая Россия», коллег призвать не может. Единороссов всего пять. Остальные – самовыдвиженцы независимые. Может, конечно, рано делать окончательные выводы. Может, Роман Назаров научит депутатов работать. Вспомним, что он до прихода в Загорянку сам был депутатом поселения и даже побеждал на областном конкурсе, проводившемся Советом муниципальных образований. Два созыва я был депутатом. Считаю, что депутатам надо бы как-то изменить видение работы совместно с администрацией. Не просто находиться на совещаниях, а решать вопрос. Это встреча с жителями, это совместные рейды либо совместные выезды на территорию. Это же очень важно. Кто же придумал такую систему утилизации отходов на Загорянке? Он скоро упадет реально. Крыша дыряваяся. То есть я тоже живу как бы на первом этаже, но у меня со второго через крышу заливается. Принципиальная наша позиция – это сохранить это поселение именно в том виде, в котором оно сейчас есть. Ну почему нельзя ничего строить? Если у нас коттеджи частные есть, чуть ли не в пятиэтажные дома. Очень непростое население. Поселение – высокие шансы войти просто в ступор, войти в состояние банкротства. Самоуправление или самоуправство? А ведь и вправду, от одного до другого порой и дистанция небольшого размера. Жителям очень много накопилось негативного отношения. Беспрецедентный случай, когда четырежды отправляют на доработку бюджет. 25 миллионов возврат бюджета. 25. Инвестор нашел другую площадку в городском поселении Фрянова. Хорошо, хоть из района не ушел. Должна быть какая-то ответственность за те решения, которые они принимают. А может не стоит обвинять депутатов в проведении деструктивной политики и блокировании вопросов развития поселения? Может быть на Загорянке все настолько хорошо, что и развиваться уже некуда, и деньги в бюджете не нужны? Мы же в служебной командировке, поэтому выйдем из здания на улице Дзержинского и проедем по территории поселения. Эх, лучше бы не выходили. Сегодняшняя Загорянка представляет собой удручающую картину. Не дачный поселок, а помойка. На каждом перекрестке центральных улиц куча мусора. Смотрите, во что превратилась дорога к одной из знаменитых загорянских природных зон отдыха – пруду Баранка. А все потому, что на повороте с улицы Пушкина на Свердлова не просто пакеты с мусором сложены, а самая настоящая стихийная свалка, на которой хозяйничают вороны, крысы и бродячие собаки. Кто же придумал такую систему утилизации отходов на Загорянке? Просто выносить мешки с мусором к дороге, бросать их на землю без всяких контейнеров и ждать, когда мусор кто-нибудь уберет? Его убирает наша муниципальная служба, разумеется. Убирает она, конечно, за деньги муниципальные, бюджетом утвержденные, но обеспечивать бюджетом полностью уборку всех мы не можем. Закон есть, по которому каждое домовладение должно платить за мусор. У нас около 2000 домовладений, около того, и только 320 заключили договор на вывоз мусора. Кто-то утверждает, что мусор бросают приезжие. Ну, в таком случае транзитные автомобилисты – маньяки какие-то. Специально берут с собой пакеты с отходами, чтобы выбросить их именно на территории Загорянки. Ни в Королеве, ни в Щелкове мусора у дороги нет. Роман Назаров недавно сам убедился, что свинячат, увы, и местные жители. И как им самим не противно? Только вот на дорогу выезжают, и останавливается машина с жителями, которые же проживают на улице, радужная. Открывается багажник, семейная пара, ребенок в машине. Открывается багажник, и оттуда не один, и не два, а пакетов семь. Просто-напросто выкидывается под деревья Лосиного острова, ну, в пределах нашего городского поселения. Хорошо, что сзади ехал заместитель начальника отдела полиции. Он тоже остановился, потому что у него есть полномочия. Был составлен административное правонавраждение. Как переломить потребительское отношение к проблеме жителей Загорянки и заставить платить за вывоз мусора? Только фискальными мерами. И, возможно, доской позора, которую повесили в здании администрации. Так что борьба не с мусором, а с жителями, которые мусорят, главная задача администрации сейчас. Эта ситуация тоже сейчас будет отслеживаться административно-техническим надзором совместно с работниками полиции и с нашим участием непосредственно. То есть только ловить, да? Получается, что только ловить. Очень хотелось найти в Загорянке что-нибудь позитивное. Заехали на стадион спортивного клуба с гордым названием «Спартак». Призванный развивать в жителях славные традиции легендарного загорянского «Спартаковца», 45-кратного чемпиона страны по теннису и спортивного комментатора Николая Озерова. Из-под снега выглядывает сделанная явно недавно беговая дорожка. Реконструирована хоккейная коробка. В этом году обещают уложить искусственное покрытие на футбольное поле. Его подарил местный житель, знаменитый в недавнем прошлом футболист Алексей Смертин. А вот спортсменов не увидели ни одного. Судя по толщине снега, их тут давно не было. Зато на стадионе «Спартак» есть урна. Ну, такая вот самодельная. Но это первая урна вообще, которую мы встретили на территории дачного поселка Загорянский. Проблем в сфере ЖКХ на Загорянке и без мусора хватает. Жители многоквартирных домов жалуются на невудовлетворительную уборку дворов и дорог, на перебой с горячим водоснабжением и отоплением. Недавно пришли в администрацию возмущенные произволом одной из управляющих компаний – спецсервис ЖКХ. Принесли подтверждающие документы, что не выбирали ее, а компания выставляет свои платежки. Есть вопросы с тарифами на услуги ЖКХ. Как уже говорилось, в городском поселении Загорянский, кроме частного сектора, 70 многоквартирных домов. В том числе имеется жилой фонд с высоким процентом износа. Восемь домов на улицах Валентиновская, Кирова, Осипенко. В достаточно плохом состоянии они находятся, эти дома. Надо делать обследование для получения полного заключения. Но даже визуально мы прекрасно понимаем, что, безусловно, нам нужно расселять. Это 138 квартир. На секундочку, 138 квартир. В первые послевоенные годы эти двухэтажки строились как общежития для сотрудников Московского электролампового завода имени Куйбышева. Пока был завод, дома обслуживались. Но вот уже несколько десятилетий ничего не делается. Управляющие компании только собирают коммунальные платежи. Люди сами меняют окна, двери, благоустраивают дворы. Ничего не делалось. Вообще ни подъезда не красили. Единственное, что вот лампочки давали нам. Это с 71-го года, как нам провели канализацию, сделали водопровод, вот убрали печки, сломали. С 71-го года ни у кого ни в одной компании на наш дом денег нет. Но это уже смешно становится. А мы все ждем, мы ждем. Пишут письма в администрацию, в прокуратуру, в госжилинспекцию. Просят хотя бы сделать ремонт. Мы инспектору приносили документы о том, что наш дом находится, по-моему, 78% аварийным. Вот. То есть он сказал, что его нужно сносить. То есть поднять фундамент невозможно. Иначе он просто рухнет. У нас сломана вот там вот наверху балка. То есть он может просто поехать и упасть на голову. Он скоро упадет реально. Крыша дыряваяся. То есть я тоже живу как бы на первом этаже, но у меня со второго вот через крышу заливает все равно. Самое печальное, что люди, увы, понимают, перспективы их переселения в благоустроенные квартиры весьма туманны. Наверное, нам должны здесь в Загорянке дать квартиры. А здесь строительства нет никакого. И жилья для нас нет никакого. Жилищное строительство не велось в Загорянке с 80-х годов прошлого века. Администрация поселения ищет пути решения проблемы. Как расселить дома, состояние которых вызывает большую тревогу. Но вы же понимаете, если ничего не строить, то и взять новые квартиры попросту негде. Есть такие, у которых процент износа больше 70%. Да, с ними действительно надо работать. Но понять, при отсутствии строительства мы же не можем расселить людей в другие поселения. Например, как предлагают нам иногда здесь депутаты, говорят, вот надо переселить в какие-то другие поселения, купить им где-то квартиры. Это невозможно. Во-первых, это по закону невозможно. Да, на сегодняшний момент мнения между депутатами в этом отношении разделены. Но нет такого, по крайней мере, нет одного депутата. Я не слышала такого, что никаких многоэтажек, пусть люди как жили в ветхом жилье, в полуразвалившемся, пусть так и живут. На территории городского поселения есть два микрорайона многоквартирной застройки. Один из них – бывший военный городок Вашика, в котором 8 таких домов. Городок в стадии передачи в муниципальную собственность. В июне 2016 года с Министерством обороны был подписан акт приема передачи, в том числе на земельный участок 5,5 гектар. По какой-то причине процесс затянулся. Когда хозяйству передадут, забот за горянским властям прибавится. Нужны будут средства на содержание в муниципальном бюджете, нужно будет постараться войти в региональную программу восстановления инфраструктуры бывших военных городков. Для сравнения, городскому поселению Монина по этой программе выделено на 2016-2017 годы 560 миллионов рублей, треть из которых уже получили и освоили накап ремонт инженерных сетей, дорог и внутридворовых проездов, благоустройство и другие полезные дела. Так вот, принимаемые из Минобороны земли проектом генплана Загорянки определены как территории устойчивого развития. Это единственное место в поселении, где потенциально можно будет что-то построить. Малоэтажное, конечно же, но и у этих перспектив есть ряд препятствий. На Загорянке оказывается очень сильно общественное мнение. Здесь проживает так много неравнодушных людей, что неравнодушие это порой выплескивается через край. Летом прошлого года, как уже говорилось, некоторые активисты по решению Совета депутатов объединились в Общественный совет поселения, локальный вариант общественной палаты. Есть еще общественное движение Загорянка, и у него есть свой форум в сети интернет, мы о нем уже упоминали. Форум этот живой и очень активный, даже гиперактивный. И этот форум, на котором, судя по всему, сидят и некоторые депутаты, формирует общественное мнение по самым актуальным вопросам. А сегодня на Загорянке самая обсуждаемая тема – генплан. Он был разработан по заказу Главного управления архитектурой и градостроительством Московской области специалистами Института градостроительного и системного проектирования. Как для Загорянки, так и для всех остальных поселений не только Щелковского района, но и всей области. Документ был опубликован и обсуждался на публичных слушаниях. Наконец-то мы можем рассказать немного о перспективах Загорянки. Акцент в генплане сделан прежде всего на социальную сферу. Это, в частности, создание пешеходной зоны на улице Наречная и Аллеи Славы на улице Валентиновская. Строительство нового дома культуры. Близ деревень Оболдина и Супонева, где построены несколько коттеджных поселков, в ближайшее время начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Там же запланированы школы на 800 мест и два детских садика на 220 и 240 мест. Еще один фок запланирован в городке Железнодорожного полка. В самом дачном поселке строить ничего не будут, просто негде. В Загорянке просто нет территориальных ресурсов, как я уже сказал. Поэтому найти место без реконструкции или сноса чего-то существующего, это просто невозможно. Даже больницу строить негде. Дефицит койко-мест предлагается решить за счет щелковских медучреждений. Разгрузка автодорог от транзитного транспорта предусмотрена за счет запланированного западного обхода Щелково. У Железнодорожной станции запроектирован транспортно-пересадочный узел. Он уже утвержден в рамках программы транспортного развития Московской области. Если не будет специально оборудованных мест, где люди могут поставить и хранить свой транспорт на время посещения столицы или других населенных пунктов вдоль Железной дороги, то будут забиваться, соответственно, сами дороги, будут забиваться дворы и площадки детские, спортивные, хозяйственные и так далее. Но вместо радости и благодарности на публичных слушаниях мы увидели волну возмущения. Якобы волну возмущения. Загорянские активисты развернули настоящую войну против генплана. Ярче всего она проявляется на том самом интернет-форуме. Возглавил это движение сопротивления форумчанин Ростислав Финоградов. Он, в частности, предложил жителям подписать протестное письмо. Среди изложенных в нем требований есть весьма занятные. Производственную зону в деревне Оболдина изменить на коммунальную зону. То есть, чтобы даже теоретически ни один инвестор не прошел. Не предусматривать в городском поселении Загорянский пожарного депо. Правильно, Гарену все синим пламенем. Предусмотреть вынос за пределы населенных пунктов высоковольтных линий электропередачи и газопроводов высокого давления. Это может и правильно, но они хоть представляют, что такое переложить газопровод. Не просто даже для всемогущего «Газпрома». Исключить из проекта Генплана все многоквартирные дома, находящиеся среди индивидуальных жилых домов, предусмотрев переселение из них жильцов. Как мы видели, жильцы бы и рады переселиться, да некуда. И тут же следующее требование. Исключить из проекта Генплана любое упоминание о новой жилой застройке. Право дешевая у вас популярность, господа активисты. Безусловно, Загорянка с точки зрения перспектив жилищного строительства – особенное поселение. Четыре года назад здесь уже отклонили Генплан, предложенный тогдашней местной администрацией, по инициативе одного местного олигарха, который предусматривал массовую жилищную застройку исконно дачных территорий. Нынешний документ с тем не имеет ничего общего. Принципиальная наша позиция – это сохранить это поселение именно в том виде, в котором оно сейчас есть, и не увеличивать многоэтажную застройку и многоквартирную застройку. Нового жилищного многоквартирного строительства данный Генплан не предусматривает. Совсем-совсем? Совсем-совсем. Многоэтажек не будет, но против двух-трехэтажных домов Генплан не возражает. Возражают активисты. Жители требуют, выступают против застройки блокхаусов. К сожалению, люди не понимают, имеют свой дом, имеют свой участок. А о том, что есть люди, которые проживают в домах с большим процентом износа, к сожалению, их почему-то эта проблема не волнует и никак не трогает. И вроде какой-то равнодушие прослеживается в отношении этих людей. Ну почему нельзя ничего строить? Если у нас коттеджи частные есть, чуть ли не в пятиэтажные дома, почему бы здесь не поставить двух-трехэтажный новый дом с мансардами или просто дом? Ну ведь у нас же дачный поселок, да. Но посмотрите, у нас в дачном поселке сколько, какое количество домов, которые превышают высоту нашего дома. Частному, значит, лицу можно, а у нас вот 12 квартир здесь. Ну, значит, там нельзя, чтобы построили. Противники же генплана не хотят ничего, никакого строительства, никакого развития. Магазины не нужны, предприятия общественного питания не нужны, пожарное депо не нужно, ТПУ на станции не нужен, рабочие места не нужны. Весь генплан не нужен, оставьте нас в покое. Строительство производственных предприятий. Очевидно, что дачный поселок и завод – вещи совершенно несовместимы. Глупо создавать рабочие места в поселке, предназначенном для дачной жизни. Да не в поселке Ростислав, а на территории городского поселения, причем там, где всегда была промзона, в Оболдине, и где много новоселов. Никто ваш дачный поселок трогать не собирается. Но большее недоумение вызывает то, что у этой группы нигилистов есть поддержка в Загорянском совете депутатов. Надо, чтобы не потерялась ни одна подпись, призывает на форуме Ростислав. Можно отдать в руки Марине Медведовской. Главное – отдать в руки именно Медведовской, чтобы подписи не попали сотрудницы администрации, делавшие этот генплан. А Марина Медведовская, надо сказать, председатель рабочей группы по генплану. На слушаниях в Оболдинском клубе против генплана выступил депутат Богдан Стуканок, который просто зачитал с экрана смартфона распространяемый текст вышеупомянутого письма почти полностью. В зоне Ж2 ограничить высотность индивидуальных жилых домов двумя этажами, процент застройки земельных участков снизить до 15%. Максимально площадь участка не ограничивает. Многоквартирные жилые дома расположены среди индивидуальных жилых домов улицы коллективных Кирова, Осипенко, Дачная, Карломаксы, выделить в отдельную зону Ж3, ограничив в ней высотность двумя этажами. На публичных слушаниях в КДЦ на улице Лозо мы насчитали 6 или 7 депутатов Загорянского совета. Но ни один не вышел на трибуну и не сказал, что генплан, каким бы сырым и недоработанным он ни был, нужен Загорянке как документ, задающий векторы дальнейшего развития. Что это? Молчаливая поддержка идеи отклонения генплана? Очень непростое население, очень непростые мнения у населения в отношении вообще всей ситуации, которая издревле складывается в городском поселении Загорянский. Дай им волю, они забором обнесут всю Загорянку. Лишь бы не трогали. Посмотрите, с чем Ростислав Виноградов приходил на прием к Алексею Валову сделать Загорянку городским округом. Я пришел выступить против. Выступить против. Спасибо большое. Вот, Алексей Васильевич, но не в этом дело. Я ведь не просто против, а другое решение было предложить. Какой Ростислав Виноградович? Загорянку в отдельный городской округ выделить. Да. Значит, вы согласны с этим? С чем? С этой идеей. И она требует дополнительной проработки. С чем вы прорабатываете? Все. Я понял, что получил от вас добро. Они думают, что выживут за счет земельного налога. Но после того, что сделали с налогом добрые депутаты, только выживать и остается. В общем, с трудом верится, что протестные мнения отражают позицию по генплану большинства жителей поселения. Просто те, кто против, всегда кричат громче. Тем не менее, все поступившие замечания и предложения в проект генплана приняты к рассмотрению проектировщиками и специалистами глав архитектуры. А тем временем экономическая ситуация в городском поселении Загорянский уже вызывает тревогу не только у руководства Щелковского района, но и обсуждается в Министерстве финансов Московской области. Первые два месяца года показали, что поселение на грани банкротства. Поступление сейчас на расчетный счет администрации крайне просто копичное. Через какое-то время есть вероятность, что может быть просто сложности даже в выплате заработной платы. Поселение высокие шансы войти просто в ступор, войти в состояние банкротства. И руководителю администрации Роману Александровичу Назарову сейчас предстоит очень сложная задача совместно с районом, без помощи районных властей и правительства Московской области, безусловно, эту ситуацию не решить. И Роман Назаров, и районные власти понимают, что с тяжелым экономическим наследием предыдущего руководства придется бороться еще долго, возможно, не один год. Бороться общими усилиями. Нет, непредсказуемый Загорянский совет депутатов опять идет своим путем. Несколько лет назад для преодоления негативных последствий муниципальной раздробленности, продиктованной 131 законом, началась работа под централизацией управленческих функций в муниципальных районах. Так поселения стали передавать часть своих полномочий на районный уровень. Дорожная деятельность, проведение закупок, внешний муниципальный финансовый контроль и другие. Ряд этих полномочий передала и Загорянка. И депутаты, например, были очень довольны тем, как районная контрольно-счетная палата своей глубокой и тщательной проверкой вывела на чистую воду администрацию Решетиной. Самый яркий положительный пример – это, конечно, городское поселение Щелково, которое вообще все полномочия органов управления передало администрации Щелковского района. Мы видим, как город развивается и хорошеет. Сейчас для централизации схемы финансового взаимодействия Минфин предлагает передать районной администрации полномочия по формированию и исполнению бюджета. Это чисто технические функции подчеркивают в финуправлении. Сам бюджет никто не тронет. «Передача полномочий, то есть единые требования к исполнению бюджета, к унификации документов и ко всем бюджетным процедурам, которые проходят на территории муниципальных районов. Мы должны в едином ключе обслуживать бюджет, а именно с техническими вопросами, и ни в коем случае при этом нельзя вмешиваться в инициативу поселений по составлению исполнения бюджета». Шесть поселений из девяти уже передали полномочия. Сложнее всего процесс идет где? В Загорянском. Дважды, последний раз, 17 января, Совет рассматривал вопрос о передаче части полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения администрации Щелковского муниципального района и дважды принимал решение оставить их в ведении администрации городского поселения Загорянский. «У нас с Советом депутатов не выстраивается диалог. Мы неоднократно говорили и встречались о передаче полномочий по финансовому органу. Служение Совета депутатов абсолютно считает, у него, видимо, есть на это основания, что их помощи и советах района, они не нуждаются». Да как же не нуждаются? Мы же помним, что бюджет 2017 грамотно сформировать, скорректировать и подготовить к утверждению не смогли. И наверняка не все выявленные в результате проверки КСП нарушения допущены умышленно. В каких-то случаях загорянским финансистам не хватило компетенции, знаний. С передачей полномочий в район такого не произойдет. Да, будут предъявляться повышенные требования к исполнению бюджетных документов с точки зрения соблюдения бюджетного законодательства. Но это только на пользу. «Им кажется, что район отнимет какие-то деньги. Да у нас нет на это ни полномочий, ни прав. Деньги, они останутся у вас. Второй вопрос, вы будете их распределять по своему усмотрению. Да никогда этого не будет, почему? Потому что законодательство бюджетное, в первую очередь, не позволяет этого сделать». «С одной стороны, здесь, в общем-то, дисциплина какая-то получается в финансовом вопросе. Хотя изначально первый месяц шла прикатка, были определенные трудности, вопросы. Ну вот на сегодняшний день, к примеру, уже работа отлажена почти. Есть поручения. Значит, если, в общем-то, руководство говорит, что это надо сделать, и действительно вынесли на совет депутатов. Дебаты были небольшие, но и депутаты сказали, давайте уйдем, потому что, с другой стороны, ведь в договоре прописано, если что-то у нас не сложится, мы можем и вернуться к обратному. И финансы, которые находятся на нашем расчетном счете, они, как бы, ими район не распоряжается. Осталось за финансовым проблемой, это контроль за исполнением, использованием наших программ». Поселение работает не в безвоздушном пространстве, подчеркивает начальник финуправления Александр Фрыгин. И руководитель районной администрации, и глава отвечают за все процессы, которые происходят на территории муниципального района, в том числе и в финансовой сфере. В этих условиях доля участия районной администрации в управлении поселением должна быть преобладающей. «Не только само городское поселение отвечает за исполнение бюджета, за формирование бюджета, но и глава района несет, и руководители администрации, они несут свою долю ответственности. И, естественно, заинтересован в том, чтобы все бюджеты, бюджеты всех поселений были сбалансированы и соответствовали требованиям бюджетного законодательства». «Чего вы от него ждете от руководителя нового? «Я не знаю, что ждет. Наверное, то же самое, что все жители ждут, изменений позитивных. Чтобы у нас, например, не было таких результатов, которые нам контроль учебной палаты сейчас в своем отчете показала. Вот этого мы точно не ждем». А нужно для этого немного, всего лишь поддержать своего руководителя и вместе с ним и с районом двигать поселение вперед, чтобы видна была разница между самоуправством и самоуправлением. «Мы не являемся какой-то обособленной частью. Мы входим в состав Челковского муниципального района, в состав Московской области. И мы обязаны, это моя прямая обязанность, моя как руководитель администрации и всего нашего коллектива, который работает здесь, всех сотрудников, всех коллег, думать на перспективу и заниматься развитием нашего городского поселения». На дворе 21 век. Городское поселение Загорянский расположено рядом с Москвой. По территории проходят транспортные магистрали, соседи интенсивно развиваются. Времена, когда на загорянских кортах под соснами играл в теннис легендарный Николай Озеров, прошли и не вернутся. При всем понимании, Загорянки как место дачного отдыха заповедником ее сделать не получится. Редактор субтитров А.Семкин